Повышать голос на советскую власть опасно для здоровья. Пригожин кричал на шойгу, где снаряды, и теперь превратился в клумбу, там растут цветочки. Гиркину приготовиться. В Z-пабликах на этой неделе вдруг началась истерическая кампания. На советскую власть блогеры начали повышать голос с воплями белоусов, где дроны. Дроны нужны, дроны важны. Это война дронов. Это XXI век. А Россия, как всегда, не готова. Россия во все времена готовилась первой напасть. Она к любой войне, в принципе, относилась как к своему главному предназначению. И никогда ни в Первую мировую, ни во Вторую мировую, ни в нынешнюю Третью мировую готова к ней не была. Когда российская армия вторглась в Украину, ее там встретили байрактары. Слово было незнакомое, стало настолько нарицательным, что даже отлилось в песне и в граните. А российская армия вообще не поняла, что это произошло. Притом ведь ее предупреждали, что дроны на планете Земля уже существуют и активны на поле боя. И когда в Сирии ЧВК Вагнер вышел всем батальоном при поддержке танков, немножечко там прихватить себе один чужой нефтяной прииск, американцы предупредили, что не надо туда ходить, и сейчас будет расплата. И можете воспринимать ее как Зевса-громовержца, но на самом деле это были дроны. И тогда полностью погибший на 100% батальон Вагнера даже не понял, откуда смерть пришла. Смерть пришла от дронов. Ничему не научились. И российская армия живет по принципу, чем больше в армии дубов, тем крепче наша оборона. А генералы, ну вы же видели этих генералов, когда в ростовскую группировку приезжает Путин, ну или куда он там приезжает, к нему выходят дедушки из дома престарелых, все одинаково старые, несчастные. И представьте себе, что именно они должны принимать решение о войне 21 века о дронах. Дроны — это то, что должно стоять на параде, ровным строем и щелкая каблуками, есть начальство глазами. Иначе вообще непонятно, зачем здесь армия. И частные разработки дронов в российской армии были. И были кооперативы, которые предлагали Министерству обороны контракты и закупки. Но Министерство обороны, состоящее из дедушек из дома престарелых, оденных в одинаковые пижанки зеленого цвета, они, конечно, были против, потому что просто не понимали, о чем идет речь. Украина стала учить, Россия стала учиться. Россия в этом отношении выяснила, что она все-таки небезнадежна. И даже потихонечку, во-первых, начала противодействовать. Средства радиоэлектронной борьбы освоила. Потом начала изобретать свое. В-третьих, производить чужое. Герань, она же шахет. Но вопли блогеров на этой неделе совершенно о другом. Выяснилось, что Украина всегда на шаг на два впереди. И вот теперь уже, да, те самые средства РЭП, они на самом деле преодолимы. И украинские дроны подавляют систему радиоэлектронной борьбы и противодействия. И вопреки заслону электрическому, который выставляет российская армия, уходят в глубокий тыл. А российские дроны, они как раз напарываются на средства радиоэлектронной борьбы, постановки помех, которые Украина делает почему-то более талантливо. Потому что она на шаг на два впереди. И вот теперь, обобщив сумму потери несчастий, Z-блогеры стали уже конкретны. Они говорят, обратите внимание, что происходит с украинской армией. Украинская армия не просто воюет, Байрактаров-то уже не осталось. Она и производит, и придумывает, и очень эффективно применяет широчайший спектр. А Россия по-прежнему считает, что дрон — это что-то одно. Генерал полагает, что все книжки одинаковые. Он понятия не имеет, что одна из них — букварь, другая — справочник, а третья — это как раз воинский устав. Ему кажется, что книга — это одинаковое всегда. И дрон — это что-то одно. А дроны — это что-то разное. И блогеры в визгливых интонациях, покрикивая на советскую власть, взяли на себя труд, объяснить и потребовалось, что теперь Украина переходит к новому виду боевых действий. Дроны перестают быть проблемой пехоты и танков. Они перестают работать только по наземным целям. Они выходят теперь уже на противостояние с летательными аппаратами. И война в воздухе — это не самолет против самолета, это не вертолет против вертолета. Такого уже, в принципе, давно нет. Это современная война XXI века, которую навязывает Украина. Это дрон, сбивающий вертолеты и претендующий на то, чтобы сбить самолет. И очередная атака украинских дронов на вертолеты, она блогерами воспринимается как временная неудача. Они говорят, что да, пока Ми-8 сумела отвертеться. Но Украина прогрессирует. Украина опережает. Украина сейчас своими дронами начнет сбивать вертолеты. Потом она начнет сбивать самолеты. При этом по-прежнему, конечно же, дрон остается во всех своих ипостасях. Изделием, которое работает и по земле, и по пехоте, и по танку, и по дальним объектам, но теперь еще и по авиации. А в России некому понять, обобщить. И кричащие блогеры — это скорее помеха, которую давят. Но уже без средств радиоэлектронной разведки противодействия. Россия пытается развернуть производство дронов. Есть свободная экономическая зона Алабуга. Конечно, в Татарстане слышали про Путина, но у них есть собственное тотемное животное Мениханов. И он заявил, что свободная экономическая зона Алабуга освоит четыре спутника Юпитера — Калиста, Ио, Ганимеда, Европу. И на это ему нужно из бюджета 491 триллион рублей. Столько у России нет в принципе и не будет никогда. Это больше годовых бюджетов на ближайшие столетия. И тем не менее, почему бы на космос тотемному животному Мениханову не потратить столько не своих денег. И Татарстан, который вынужден своему тотемному животному поклоняться, конечно же, верит, потакает. И тут появляется банкир Костин ВТБ и дает 53 миллиарда рублей на технополис, это ПТУ в Алабуге, которое должно дать бой Илону Маску и вырваться в космос. И на эти 53 миллиарда рублей там разворачивается руками ПТУшников и несовершеннолетних детей производство гераний. Они же шахеды, иранские, а на самом деле американские. Потому что Америка два с половиной года негодует и разводит руками, не понимая, откуда там американская элементная база, откуда электроника, откуда в принципе вот это все у Ирана взялось, не говоря уже о том, что это у России. Ну ведь в действительности Америке не привыкать потакать врагам, с которыми она борется. Генри Форд, например, был спонсором Адольфа Гитлера, и Гитлер ему был очень признателен за то, что НСДАП состоялось на деньги Генри Форда. Не случайно они обвинялись портретом, и у каждого висел портрет друга в кабинете. Поэтому, конечно же, шахеды иранские из-под санкций, теперь ставшие российскими, производятся и удостоились атаки украинских беспилотников. В апреле это было, и очень сильно удивило Татарстан, потому что было непонятно, с какой стати, состязаясь с Ганимедом, Ио, Калиста и Юпитером, прилетает украинский беспилотник и довольно точно попадает, прекрасно понимая, что это производство отнюдь не космическое, а вполне приземленное. И, кстати, Мениханов заявил, что на этих четырех спутниках, где экономическая зона Алабуга, там будет биокластер по выращиванию человека с продерженностью жизни в 700 лет. Ну, видимо, Мениханов будет первым с возрастом 700 лет, вторым будет Костин, ему тоже хочется пожить 700 лет, наверное, и Путина с собой тоже возьмут. Пока этого не произошло, Украина потихонечку постреливает по этому объекту и довольно точна в попадании, причем очень неудобно говорить Татарстану, но у них действительно большие проблемы из-за того, что Украина столь точна. Но в России, как требуют Z-блогеры, должно быть развернуто производство уже более новых, а не тех, которые на сегодняшний день есть беспилотники. И блогеры как раз подсказывают громкими голосами, покрикивая на Белоусова, что недостаточно одно и то же производить, одно и то же поставлять в войска, потому что Украина прекрасно научилась этому сопротивляться и сбивать. И у Украины теперь уже беспилотники — это самая активная единица на поле боя, и она вот-вот научится сбивать самолеты, а на самом деле она вот-вот научится сбивать еще и ракеты. Вообще, в принципе, война XXI века — это война дронов, но здесь несколько направлений. И самый маленький из них — это противопехотный дрон, который заменит собой пулю. Сейчас нужно стрелять из автомата, ходить в атаку, желательно грудь колесом, нервный взгляд из-под шлема и обязательные крики «Ура! За Родину! За Сталина!» Вот это как раз доктрина войны, которую исповедуют престарелые дедушки из дома пенсионеров, куда приезжает Путин посмотреть на своих генералов. Современная война — это когда один дрон вместо одной пули, и вот от него уже отвертеться не получится. И не нужно снайпера, и не нужно автомата Калашникова, нужно оператора дрона, нажимающего на кнопку. И крошечный, размером чуть больше одной пули, дрон прилетает и попадает точно в цель. А когда цель покрупнее, тогда прилетает другой дрон, который умеет бороться с этой более крупной целью. И так по возрастающей, вплоть до активно-реактивных беспилотников, сбивающих летательные аппараты. Z-блогеры раскричались настолько громко, что их, конечно же, услышат. Реакция российской власти абсолютно предсказуема. Она их подавит в первую очередь.